На берегах рек и озер часто можно встретить пышные заросли тальника. Разновидность ивы кустарникового типа. Это видео об изготовлении верши из тальника. Старинные ловушки для рыбы, куда рыбе просто заплыть, но почти невозможно выплыть. Техник плетения десятки. Мы поговорим о той, которая показалась нам наиболее простой и эффективной. В прутье от тальника стараемся выбирать наибольшей длины. Это позволит обойтись их меньшим количеством. Для изготовления верши используются побеги тальника этого года. Их легко определить по сочному зеленому цвету. Чем ярче цвет, тем гибче тальник и тем проще его будет вплетать в вершу. Темно-зеленые побеги предпочтительно использовать только для каркаса. Они крепкие, но при плетении часто ломаются. При разумном использовании тальника ущерб природе минимален. Принцип здесь простой. Если срезать прутья со ствола кустарника, на следующий год он даст новые побеги. Если срезать одиноко стоящие молодые побеги, срез не даст новых побегов на следующий год. Зная эти простые истины, можно не переживать. Пышные кусты тальника будут и дальше нас радовать своей красотой. Мы делали верши разных размеров и пришли к выводу, что для создания нормальной уловистой верши требуется от 80 до 150 прутьев тальника. Помимо прутьев нам потребуется хорошее и приятное место, где мы проведем несколько часов в работе с вершей. Сегодня в жаркий день для меня таким местом будет берег реки, в которой мы намереваемся поймать достойную рыбу на вершу. Первый этап. Очистка прутьев от листвы. Это очень просто делается руками, а мягкая и тонкая верхушка с листвой просто отламывается. Помимо листвы у тальника есть и кора. Одни считают, что кору нужно обязательно очищать, другие нет. Мы считаем, что делать это вовсе не обязательно по следующим причинам. Во-первых, это отнимает определенное количество времени. Кроме того, очистка от коры обычно нужна, если этой корой потом привязывать прутья к каркасу верши. Мы же будем плести, а не привязывать. И последнее. Неочищенные ветви тальника выглядят гораздо естественнее, чем яркая белая древесина очищенного тальника. Что на наш взгляд имеет значение для рыбы и позволяет ей спокойнее заходить внутрь. Поэтому на первом этапе мы просто готовим рабочий материал для нашей будущей верши и складываем рядом, чтобы плести было максимально удобно. Если прутьев не хватит, можно всегда срезать новые, но лучше не срезать все, чтобы впоследствии выбрасывать неиспользованные. Следующий этап сводится к подготовке каркаса верши. Где его делать не важно. Это может быть земля, песок или галька, как у нас. Правда на гальке чуть посложнее. Определив диаметр верши и обозначив его на земле, пора возводить каркас. Для него выбираются прутья попрочнее и подлиннее. Вопрос о количестве прутьев. При изучении техник мы читали разное мнение. Прутьев должно быть четное количество, либо их число должно быть нечетным и так далее. Установив противоречия во мнениях, мы делали так и так. И не почувствовали абсолютно никакой разницы. Поэтому применительно к технике плетения, которую мы покажем, четность прутьев в каркасе не имеет никакого значения. В этой верши по диаметру мы расставили 10 прутьев на расстоянии примерно в 12-15 см друг от друга. Если тальник недостаточно глубоко входит в гальку, его можно присыпать этой же галькой. 5-7 см вполне хватит. Теперь настало время заняться верхней частью верши. Небольшим прутом тальника мы обвязываем все прутья каркаса на несколько простых узлов. Формирование каркаса верши подходит к концу. На этом этапе важно просто зафиксировать верхнюю часть верши. Такая фиксация вовсе не означает, что это финальная длина верши. Но об этом чуть позже. А теперь начинается самая важная длительная часть процесса. Плетение. Это плетение в косу. Когда две ветви сначала упираются в каркас, а потом нижний или верхний прут перехлестывается перед очередным каркасным вертикальным прутом. Суть ее проста. Перед каждым прутом каркаса должен быть перехлест двух горизонтальных прутев. Такой тип плетения обеспечивает фиксацию и по горизонтали, и по вертикали. Верша получается очень прочной и крепкой. При правильном обращении и сушке такой верши она может прослужить несколько десятков лет. Мы видели рабочие верши, сплетенные таким образом, которым более 20 лет. Первый ряд закончен. По аналогии делаем дальше. Прутья тальника летом немного грубеют. Поэтому, чтобы их не сломать во время плетения, не лишним будет промять их по направлению сгиба. В этом случае возможно использовать даже весьма толстые прутья тальника. Когда длина тальника кончается и заплетается его верхушка, возможно два варианта. Либо конец ветви упирается в вертикальную ветвь каркаса, либо он заплетается вниз, в любой проем верши. Тем самым создавая дополнительную преграду для рыбы в стене верши. Из многих техник плетения, которые мы пробовали, это и овладеть возможно в кратчайшее время. А когда рука набьется, то движения станут почти механическими. Без мысли о том, что и куда вплетать. Развитый навык дает скорость. Перехлест прутьев можно делать через верх или низ. Кому как больше удобно. Само плетение ряда прутьев по каркасу верши нам показалось удобнее делать против часовой стрелки. Вернемся к длине каркаса. Ее легко можно изменить во время плетения, опустив или подняв хомут в верхней части верши. Например, если прутьев больше рядом нет, длину можно уменьшить. А если их рядом еще много, увеличить высоту верши. Одна из самых сложных частей плетения верши – верхняя. Поскольку в ней нужно использовать наиболее мягкие прутья тальника небольших размеров. И в этом заключается сложность. Так как нужно соблюсти баланс между прочностью верхней части и правильностью вплетания тальников в каркас верши. Слишком тонкий не удержит рыбу, слишком толстый ломается, поскольку плетение идет в верхней и узкой части верши. Именно поэтому мы пришли к выводу, что на сужении конуса лучше использовать скачок в плетении не через один прут, а через два. Так этот баланс удается соблюсти. На самой верхушке конуса можно заплести несколько прутьев не в косу, а просто по конусу. Сцепление прутьев будет хорошим, да и на прочности верши это не отразится. Когда основной каркас верши сплетен, расстояние между рядами может быть скорректировано и просветы уменьшены. Дополнительно можно вертикально вплести несколько прутьев для надежности. Теперь можно убрать лишнее и готовиться к финалу – плетению конуса для входа рыбы. Такая техника плетения позволяет сделать как глухую вершу, если плести ряд к ряду без просвета, так и не глухую, с просветами и меньшим использованием тальника, для рыбки побольше. В любом случае, плетение в косу дает в результате прочную и долговечную рыболовную снасть. Теперь по диаметру нижней части верши мы будем плести вход – небольшой конус, через который рыба будет попадать в ловушку. Входной конус делается по аналогии с главным каркасом верши. По диаметру втыкаются каркасные прутья. Верхушка связывается и ряд за рядом начинается плетение. Единственное отличие – конус оплетается не весь. Оплетается примерно три четверти его длины. На верхушке конуса прутья должны образовывать некое подобие круга, куда будет беспрепятственно заплывать рыба. Концы этих прутьев затачиваются, чтобы остановить рыбу при попытке выплыть из верши. Вход в вершу готов. Если он сделан идеально, по диаметру основной верши стыковка пройдет отлично и не потребует дополнительной фиксации горловины к верши. Так произошло и у нас. Конус очень плотно засел в верши. Если такого не произошло и при фиксации образовались проемы, эти проемы устраняются сквозным плетением прутьев через горловину и каркас верши. Но в таком случае при проверке верши нужно будет расплетать, а потом заново соединять плетением горловину и вершу, чтобы достать рыбу. Поэтому стараемся делать все правильно с самого начала. Итак, верша готова. Ставится она несколькими способами. На течение лучше привязывать к жердине, воткнутой в дно. Если же течения нет, достаточно просто огрузить ее тяжелым камнем. В нашем случае мы поставили ее в просвете между травой, где нет течения рядом с руслом реки. В этой траве мы неоднократно видели хорошую щуку, головля, окуня, которые заплывают сюда вечером погонять малька и с рассветом отправляются в русло на ямы, чтобы переждать дневной зной в прохладной тени. В вершу заходит абсолютно разная рыба. Если под рукой есть прикорм, может зайти лечь сорожка. Без прикорма мы ловили только хищников, которые гоняя малька заплывали в ловушку. Эта щука самая большая, которую нам удалось поймать в эту вершу. Это видео не последнее о примитивных ловушках для рыбы и нам, несомненно, еще понадобятся модели для съемок. Поэтому мы отправили щуку обратно, в ее водную стихию, поправляться от полученного стресса и готовиться к новым съемкам. Во многих регионах России местными правилами рыболовства ловля рыбы на верши запрещена. Поэтому прежде чем ловить на вершу, нужно внимательно изучить вопрос законности ее использования в конкретном регионе. Нашей целью было поделиться техникой ее изготовления, нюансами и опытом. Мы не пропагандируем ловлю рыбы на вершу и допускаем ее использование только в экстремальных ситуациях. Эти знания и опыт могут никогда не пригодиться, а могут сослужить добрую службу в сложный час. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч. Всем пока.